Рельеф Юты часто сравнивают с марсианским. Бескрайняя каменистая местность, извилистые каньоны, следы рек, чистое небо, сухой климат и много солнца. В четырех часах езды от Солт-Лэк-Сити посреди непригодной для жизни территории находится исследовательская станция по изучению марсианской пустыни. На протяжении своего существования человечество стремилось познать и исследовать окружающий мир. Взгляды были устремлены не только за городские стены, но и в небо. Первой планетой на пути исследования человечеством космоса является Марс. На примере этого исследовательского центра, который находится в штате Юта, мы расскажем вам о том, что из себя будет представлять первая миссия на Красную планету и чем именно там будут заниматься ученые. В замкнутом пространстве и экстремальных условиях международные команды неделями отрабатывают навыки, необходимые для колонизации Марса. На территории станции шесть объектов – дом, научная лаборатория, теплица, две обсерватории и солнечные батареи. Участники программы полностью имитируют среду и условия проживания на Марсе. Начинается все с самого простого – костюма. У нас два вида костюмов. Они предназначены для практики. Они дают ощущение того, что вы на Марсе. Первый вид ежедневный, второй – исследовательский. Раньше перед выходом на планету надо было ожидать в симуляторе 45 минут. Сейчас мы сократили время ожидания до пяти. Среди участников программы – Анастасия Степанова, изучающая робототехнику и мехатронику в Университете Баумана в Москве. Она была одной из двухсот претендентов на шесть мест в команде. На станции Анастасия была журналистом экипажа, проводила психологические исследования для Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук, а также несла ответственность за безопасность и здоровье членов команды. Каждый день был очень насыщенным. После завтрака и обсуждения планов – работа за пределами станции. Мы проводили ряд геологических и микробиологических исследований. 14 килограмм скафандра на вас и от двух до четырех часов работы. Это тоже весело. Далее кто-то готовит обед, моет посуду, после этого написание отчетов. Объекты на исследовательской станции соединены туннелем. В теплице будут выращивать овощи, например, капусту, помидоры, пряности, а также марингу – самое питательное растение на планете, которое растет в наиболее экстремальных условиях. В научной лаборатории проводить исследования в сфере микробиологии, геологии и экологии. Но самый главный элемент станции – люди. Мы знаем, что не можем отправить на Марс всех. Нам необходимо выбрать умных людей, которые могут внести самый большой вклад. Нужен человек с сильными научными познаниями. Но и без них тоже. Всех надо обучить в смежных науках. Каждый, кто полетит на Марс, будет выполнять по несколько разных функций. Анастасия говорит, что три месяца на станции изменили ее жизнь. Можно сказать, что это подтолкнуло к тому, что нужно получать новые профессии. Ценить личные отношения, быть подальше от шума информационного, он очень сильно мешает сконцентрироваться, мешает творчеству. И когда там мы были изолированы от этого, все-таки продуктивность личная была гораздо выше. Участие в программе, по словам доктора Шеннон Руперт, дает неповторимый опыт каждому члену команды. Каждый, кто хочет полететь на Марс, делает это по личным причинам. Желание делать все вместе и идти к одной цели является частью человеческой натуры. Исследовательская станция по изучению марсианской пустыни является уникальным полигоном. Александр Яневский, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Изюты.